832 день войны. Российское продвижение в Харьковской областью полностью остановлено. ВСУ поразили российский комплекс С-400 в Белгородской области с помощью западных хаймарсов. Жены и дети мобилизованных вышли к зданию Минобороны с требованием вернуть домой их родных, а пьяные российские солдаты на танки переехали гражданскую машину в Белгородской области. Об этом и многом другом в сегодняшней свежей не сводки. Поддерживайте ее лайком, комментариям, подпиской на канал. Все это помогает ее продвигать. Ну и поддерживайте сам канал на Патреоне. Ссылка на него будет в описании. Итак, начнем с Харьковской области. Что же там сейчас происходит? Потому что на прошедшей неделе было много разрозненных сообщений о том, что вообще там сейчас. Были сообщения о контрнаступлении украинском, были сообщения о том, что Россия там пытается куда-то продвигаться. В общем, Медуза приводит свой анализ. По части Харьковской области довольно на мой взгляд адекватной, где они пишут, что российское наступление на двух направлениях непосредственно на северной окраине Харькова и на город Волчанск в 50 километрах к северо-востоку окончательно остановилось. Подразделения вооруженных сил РФ по-прежнему не могут захватить даже северную половину Волчанска. Не удалось им и форсировать реку Волчу, которая делит город на две равные половины. Нет существенного продвижения в районе северной окраины Харькова села Липцы. Командование ВСРФ начало вводить в бой резервы. Под Волчанском впервые с начала наступления в начале мая появились танковые подразделения. До того на видео фиксировались лишь отдельные танки, а в атаках участвовали в основном малые штурмовые группы пехоты, поддерживаемые артиллерией. Впрочем, контрнаступление ВСУ, о котором писали российские военкоры, пока не случилось, пишет Медуза. Переброшенные к Харькову украинские резервы проводят только частные контратаки, а также наносят артиллерийские удары, атакуют дронами тылы группировки ВСРФ. В том числе ударом подвергаются войска по российскую сторону границы. США разрешили использовать для таких ударов в ближнем тылу на российской территории поставленные украине ракеты для реактивных систем залпового огня «Хаймарс». Так что такие атаки вскоре могут стать еще более эффективными. На Харьковском фронте появились отдельные части корпуса морской пехоты Украины, до того несколько месяцев воевавшие на плацдарме в Крынках, на левом берегу Днепра и на островах в Дельте реки. Их переброска под Харьков была подана Украиной максимально демонстративно. Так, Роберт Бровди, весьма медийный командир подразделения дронов Птахи-Мадяра из состава корпуса, записал видео на фоне въезда в Липце. В районе Волчанска также появились подразделения морской пехоты на технике, которая есть только на вооружении МП. Не вполне ясно, свидетельствует ли это о переброске под Харьков всего корпуса и его небольшой части. Командование ВСУ и до этого собирало резервы для нового фронта в основном не из целых бригад, а из отдельных их подразделений, или же вообще является намеренной дезинформацией. В любом случае, пока речи о контрнаступлении ВСУ в сторону границы не идет, считает Медуза. Российская группировка на этом направлении еще не задействовала главные силы. Всего в наступлении участвуют два армейских корпуса и части 6-й общевойсковой армии Ленинградского военного округа. Возможно, также дополнительные подразделения из состава Московского военного округа. И Украине нужны резервы для того, чтобы подготовиться ко второй фазе наступления противника. Переброска украинских сил с Днепра может быть выгодной для российского командования, считает Медуза. В СРФ также имеют на левом берегу реки крупные силы, в том числе элитные. В случае, если ВСУ прекратят десантные операции в Херсонской области, эти силы могут быть задействованы на других направлениях. Такой разбор у Медузы касательно этого направления. Ну, как всегда, там чуть более сгущают краски, чем это есть в реальности. Мы это уже не раз видели. Если бы все, скажем так, анализы Медузы по линии фронта в итоге соответствовали действительности, то, не знаю, уже Киев был, наверное, захвачен. В любом случае, действительно, я беру даже вот это вот довольно, как это сказать, пессимистичный угол зрения, с которого обычно смотрит отдел разбора Медузы. И даже у них видно, что действительно в Харьковской области наступление российское остановлено, что там есть проблемы, проблемы большие у российской армии, о чем они сами постоянно пишут. По крайней мере, из этого инкора сейчас довольно интересный период, потому что после смены руководства в Минобороны, то есть прихода Белоусова, как будто бы образовался такой некоторый временной лаг, в который зет-вейнкоры, зет-блогеры могут писать то, что думают. Ну, какое-то время им не давали это делать под угрозу уголовного преследования, кого-то покупали, кого-то запугивали. Вот сейчас пошел какой-то поток, и даже, ну, там, и про наступление в Белгородскую область они пишут, и про вот следующую новость, которую я вам сейчас расскажу, тоже они активно пишут. При этом в Белоусове они уже разочаровываются. Белоусов тут появился в военной форме, кстати, накануне, это довольно уморительно. Ну, то есть, вот все, кто говорили, что он будет максимально сторониться всего военного, что он будет... Вообще, я бы всех вот этих вот, конечно, экспертов, которые в том числе и зет-экспертов, и, значит, якобы из независимых изданий, из оппозиционного лагеря, всех экспертов, которые рассказывали, как крут будет Белоусов, как он там будет гражданским чиновником, который все наладит. Ну, я бы вот просто брал вот, какие-то события, которые происходят, например, там, доклад Белоусова, да, потому что ожидалось, что он не будет врать, что он государственник и все такое. И вот снова спрашивал бы этих экспертов по кругу. И так каждый месяц, пока они уже не скажут, что да, знаете, мы нихрена не понимаем в происходящем и заканчиваем свою деятельность. Ну, как Константин Газа, который перед началом войны вместе с Андреем Персом, они ввели политический подкаст, где рассказывали, как устроена российская политика, прям говорили, что все никто ничего не понимает, только они понимают. И, значит, они поспорили, что вот если война начнется, то они закроют свой подкаст. Газа действительно свое слово сдержал и, по крайней мере, долгое время не занимался политическим комментированием, потому что он понял, что он не разбирается в российской политике и в Кремле. Персов слово, ну, относительно этого подкаста сдержал, но, тем не менее, высказываться продолжил, почему-то продолжает считать себя компетентным по поводу российской политики. Но не будем здесь углубляться. Единственное, что добавлю, что происходит ровно то, что было описано мной. Белоусов пытается что-то перестраивать. Ничего пока у него именно с позитивной точки зрения не выходит. С точки зрения военной все продолжается, как было. В докладах куча вранья. Это вранье продолжает литься. При этом генералы, которые теперь борются за освободившиеся хлебные места, начинают друг друга грызть. При этом идет какая-то чистка. Ожидали, что будут чистить плохих генералов, а чистят всех подряд. Ну, короче, полный хаос в Министерстве обороны. И это во время наступления. А наступлением, я напомню, в Харьковской области вишенкой на торте командует генерал Лапин. Один из самых бездарных на свете вообще российских генералов. Хотя почти все российские генералы бездарные, но он и на этом фоне умудряется выделяться. Опять же, здесь не стоит как-то впадать в шапкозакидательские настроения. Это не значит, что российская армия развалится послезавтра или там через 2-3 дня будет окончена война. К сожалению, это не так. К сожалению, это займет еще больше времени. Нужно больше усилий будет для того, чтобы российская армия понесла поражение. Но, конечно, такой раздрайв очень на руку в УСУ прямо сейчас. Особенно, когда у них и появляются снаряды, о чем пишут, собственно, украинские военные. Например, вот Офицер Плюс много пишет в последние дни о том, что довольно много появилось боекомплектов для Хаймарсов. Говорят, вообще, у некоторых бригад скажут, что их столько стало, сколько не было за всю войну. Второе, это то, что западные страны дали разрешение бить по российским территориям. То есть, уничтожать российскую расслабленную логистику на российских территориях, потому что раньше это было довольно сложно украине делать, так как нет высокоточки у Украины хорошей, собственной. Но теперь можно наносить удары по и Белгородской области, и по Курской области, уничтожать колонны на марше, уничтожать систему ПВО. И это довольно эффективно. Ну, колонны на марше уничтожаются в том числе и дронами, причем довольно активно. И вот как раз я недавно рассказывал вам, что Z-каналы заныли, что уничтожена колонна в Курской области, но тогда не было видео, и мы ждали с вами фото или видео подтверждения. И вот видео этого эпизода появилось, его выложил украинский блогер Стерненко, общественный деятель, довольно известный человек, который активно собирает на дроны, который очень активно в этом всем участвует, за что ему низкий поклон. И вот, значит, он выложил это видео. Давайте его посмотрим, просто посмотрим, что на нем происходит. Вот вы видите, что есть там колонна, и происходит классическая история, которую за эту войну мы увидели много раз. То есть, когда идет какая-то колонна техники, уничтожается первая идущая в колонне, машина в данном случае последняя, и таким образом колонна запирается. Ну, то есть, вот она превращается в тир, который просто можно легко расстреливать, значит, абсолютно не обращая ни на что внимания. Мы такое видели много раз. И, собственно, когда мы говорим, что Россия не очень извлекает уроки из собственных ошибок, речь ровно об этом. Что как собирались на полигонах солдатами, так и собираются, под идеальные удары кассетными боеприпасами или еще какими-нибудь. Как выстраивались колонны, так и выстраиваются. Собственно, в том же стиле высказываются из этого инкора. Как я и говорил, они сейчас чуть более разнузданы, чуть больше позволяют себе говорить. «Опять накрыли нашу колонну в тылу, шли в рядок длинным строем. Техника, люди», — пишет белорусский силовик. Соминает цитату одного чекиста. «Был начальником главка. Чем глупее начальство, тем меньше оно сомневается в своей мудрости», — добавляет он. «Есть те, кто на границе Курской области, недалеко от города Суджа, водит колонны по несколько километров, как будто на дворе 2022-й, и прилетело, как в 2022-м. Помните, что у каждого такого приказа и исполнения есть фио», — пишет Кирилл Федоров. И пишет, это уже реально третий год войны, что типа у каждого есть фио, да никто никого там не посадит. Слушайте, посадить они друг друга могут только в рамках борьбы за хлебные места. Потому что российская армия абсолютно генералом, российским генералом, Владимиру Путину, Белоусову, насрать на российских солдат. Сколько из них погибнет, сколько из них будет уничтожено. Я думаю, что военкоры это прекрасно понимают, из-за блогеров это прекрасно понимают. Просто ну а какой они видят для себя выбор? Либо начать говорить правду по-настоящему, с верными выводами, что Владимир Путин ведет войну оккупационную против соседнего государства. Войну, которая противоречит интересам России. Войну, которая противоречит международному праву. Войну, которая противоречит историческому наследию, в том числе наследию Второй мировой войны. И загребеть в тюрьму тут же. Либо продолжать периодически облизывать там, значит, и Владимира Путина, и Министерство обороны. Иногда вот выдавая, что вот мы недовольны какими-то конкретными вещами. Третий год войны, пишут два майора. Точные удары по голове и хвосту колонны дали, враг бил по площадям. Машины в центре сумели как могли рассредоточиться. Если до кого-то еще не дошло, что в зоне возможных обстрелов на наших территориях запрещено передвигаться колоннами свыше двух автомобилей, любые построения свыше пяти человек военнослужащих, совещания, сходки, поздороваться, поручкаться и т.д. Когда включится голова у командиров, задается вопросом телеграм-канал ЛПР. И главное, что никто не отвечал и не ответит сейчас. Ведь и рассадка правильная, скорее всего, и расстояние между машинами 25-50 метров. Все по долбанному уставу, а не по здравому смыслу с учетом войны. Два с половиной года, за которые сама война уже поменялась пару раз, а уставы и инструкции все те же. Но мне продолжат рассказывать и про уставы, и инструкции, как это правильно, и все надо делать по уставам, чтобы жопу прикрыть. А на потери плевать. Не включится разум товарища. Глупо и печально. Роман Алёхин пишет у себя в телеграм-канале. Буквально на прошлой неделе, пишут в телеграм-канале записки ветерана, писал про передвижение военных колоннами в 8 километрах от границы. С того момента ничего не изменилось, кроме того, что колонны стали длиннее. Шел третий год войны. Повает он. Ну и так далее. То есть вы уже поняли, что примерно там произошло. То есть шла колонна, она была уничтожена. И, как всегда, значит, у России нет потерь. При этом это на фоне того, что Министерство обороны России отчитывается о том, как все хорошо, как все замечательно. Я напомню, уже при Белоусове взяли Белогоровку, взяли Крынки. Ну их, правда, еще Шойгу брал в феврале. Эх, еще до этого брали. Что там еще взяли? Работина взяли. Вот это вот все взяла, оказывается, российская армия. Все это под ее контролем. Хотя это не имеет никакого отношения к действительности. Ни в одном из этих пунктов нет, собственно, полного контроля о российской армии. Так что, как там, ошибаться можно, врать нельзя. Это просто очередной красивый слоган. Их немало и Шойгу говорил. И слава богу, что российская система прогнила изнутри. Не вопрос, кого вы на кого поменяете. Это в любом случае будет работать именно так. Именно будет шапка закидательства, именно будет обман, именно будет постоянное вранье. Никуда это не денется. Ну, а теперь переходим к тому, собственно, зачем нужно было, чтобы Запад разрешил удары по российской территории. В сети появились кадры с последствиями удара по ЗРК С-300 или С-400. Они выглядят практически одинаково. Скорее всего, это С-400 Белгородской области. Утверждается, что удар нанесен с применением РЗО «Хаймер» с 1-2 июня. Собственно, фотографии этого выкладывает телеграм-канал «Досье шпиона», который, как вы помните, пока действительно ни разу не ошибался, несмотря на то, что является анонимным. Используя данные с телеграм-каналом «Досье шпионов», я, конечно, противоречу собственному принципу, который заключается в том, что я не использую данные анонимных телеграм-каналов. Но на протяжении последних лет действительно все, что писалось в этом канале, подтверждалось фото и видео. И, собственно, в дальнейшем подтверждалось данными объективного контроля. Поэтому, каждый раз оговариваясь, все равно данные эти используем. Тем более, видите, формулировка, которую я вам прочитал, как используют медиа. Они писают «В сети появилось». Мне это кажется тоже странным. Появилось не в сети, появилось на конкретном канале, где появлялось много раз до этого. Возможно, отмечается, что речь идет об атаке на Карачанский район Белгородской области 2 июня. Как рассказывала Астра, тогда было атаковано место дислокации МОРФ. Сгорело несколько единиц военной техники. Уже во время тушения пожара сдетонировал боеприпас, что привело к гибели секретаря Совета безопасности района Игоря Нечапаренко, ранению глав администрации и сельских поселений и трех военнослужащих Министерства обороны Российской Федерации. Единственное, что, когда смотришь на эти кадры, безусловно, радостные, потому что это ровно те комплексы, которыми обстреливался Харьков и Харьковская область, потому что они стреляли из них по земле. Как вы помните, Россия взяла эту практику еще два года назад на вооружение, потому что ракет много, что бы ни херачить ими, ни шмалять прямо по земле. А единственный вопрос, которым, смотря на это, задаешься, а почему этого не было сделано раньше? О том, что надо дать разрешение бить по российской территории западным вооружением, и я, и Руслан Львив, и многие говорили уже очень давно. Почему? Потому что у Украины нет высокоточки, которая может эффективно выстегивать российские вооружения. При этом Россия располагает эти вооружения прямо там у границы или просто в Белгородской области, не особо переживая. Ну, то есть, да, есть дроны, но дроны не могут наносить столь быстрого и столь эффективного поражения. И это, конечно, большой вопрос, в том числе, к американской администрации, потому что Хаймерс в основном американские. И это очень, хочется сказать, грустно и печально, но это неправильные слова. Проблема в том, что цена вот за это промедление, цена за откладывание необходимых решений – это человеческая жизнь. Это жизнь украинцев, понимаете? И то, что сейчас это сдвинулось с мертвой точки, это хорошо, но и сейчас есть какие-то ограничения, нельзя так МС, можно только по определенной территории и так далее. Это все должно быть убрано, потому что Россия использует против Украины все, что есть в арсенале России, вообще все. Ну, кроме ядерного оружия, ядерное оружие она использовать и не может, понимаете? А Украина при этом сдерживается, вы не поверите, в этой войне самое парадоксальное, что сдерживается Украина, при том, что воюет против Украины государство в несколько раз больше, гигантским населением, с большим количеством ресурсов, с большим количеством техники, с большим количеством ракет, с большим количеством практически всего. И Украина сдерживается не по собственной воле, а из-за западных партнеров. Потому, что когда Украина сбила с помощью Патриота сколько там было, два самолета и два вертолета российских над Брянской областью, Германия, как пишется, Германия пригрозила, что вообще перестанет поставлять Патриоты и снаряды для них, как и Америка. Понимаете? То есть, когда Украина себя защищает, она может еще эффективнее себя защищать и с помощью Патриотов, и с помощью Хаймарсов, нанося удары по российской территории, по военным объектам на российской территории. Но ей это запрещают делать. Это безумие. Как это возможно вообще в современном мире? Хочется задаться вопросом. Конечно, боятся эскалации, боятся всего на свете. Но нельзя трусостью выиграть войну. Последний раз, когда западный мир боялся эскалации, случилась самая большая мировая война в истории человечества с самым большим количеством жертв. Поэтому, конечно, хочется надеяться, что вот эти все действия будут происходить быстрее. Решения будут приниматься быстрее. Потому что, действительно, к сожалению, цена этих промедлений – человеческая жизнь. Если бы с самого начала, просто представьте, задайтесь вопросами, если бы с самого начала 2022 года вся необходимая номенклатура вооружений была бы передана Украине. АТКМС, кассетные боеприпасы, F-16, Хаймарса не в июне 2022, а раньше. Если бы все это было передано. Штурм Шэдоу, Тауруса, блин, в конце концов. Если бы все это было передано в 2022 году, когда российская армия на эффекте неожиданности сопротивления Украины, потому что российская армия не ожидала, что Украина будет так и всегда сопротивляться, то если бы Украина все это получила, как, думаете, вообще шла бы до сих пор война? Или уже бы не было никакой войны и не было бы никакого Владимира Путина? Задаваться этим вопросом нужно не для того, чтобы мечтать о параллельной истории, а для того, чтобы понять, что здесь и сейчас нужно перестать завершать эту ошибку каждый раз. И дать Украине все необходимые возможности для того, чтобы защитить себя. Но иногда Россия сама занимается, так сказать, помощью Украине. Например, в Белгородской области загорелся склад с боеприпасами. Пострадали семь военных. Днем 2 июня, поблизости от хутора Гремучей, Ивнянского района Белгородской области в лагере российских военных прозвучал взрыв, который привел к пожару на складе боеприпасов. Об этом сообщил источник Астры. Из-за детонации боеприпасов ранения различной степени тяжести получили семь военных и их госпитализировали. Хутор Гремучей находится примерно на 39 километров севернее Белгорода. От границы Украины до склада, где произошел взрыв и вовсе более 63 километров. Предварительная причина чрезвычайного происшествия – неосторожное обращение с боеприпасами, пишет Астр. Ну уж не знаю, вряд ли это был прилет, конечно, но может быть какой-нибудь саботаж, почему нет. В общем, продолжать, что называется, в том же духе. А вот поистине чудовищная история, как российские же военные представляют угрозу для Белгородской области. Мы вообще про это много с вами говорим, потому что, например, российская авиация любит подгидывать авиабомбы на Белгородской области, Белгород конкретно. Ну вот здесь история про аварию. А именно, танк с пьяными военными протаранил машину в Белгородской области. Ночь 31 мая на 1 июня 2024 года между поселком Красиво Борисовского района и селом Головчино Криворонского гору округа танк с пьяными военнослужащими столкнулся с легковушкой, за рулем которой был местный житель Андрей Алексеев, пишет Пепел. Алексеев вместе с женой и детьми после начала обстрелов переехал в Тверскую область, но ему оставалось отработать еще несколько дней в Белгородской области. Он работал дальнобойщиком. В ночь ДТП он ехал подготовиться к своему последнему рейсу. Супруга Алексеева Нелли рассказала Пеплу, что танк с пьяными военными выехал с поля. После столкновения они попытались скрыться с места происшествия. Танк остановили только через 3 километра. Это ДТП отсутствует сводки МВД по Белгородской области. Про него также не писали местные государственные издания. Алексеев, который был там, сообщается, что погиб. Поэтому российские... Вообще вся эта война, вся угроза, которая есть российской стороне, украинской, вся идет от российской армии. Если российская армия завтра выйдет с Украины и прекратит войну, не будет обстрелов. Не будет никакого эвакуации из Белгородской области. Ничего этого не будет. Это должны понять жители России. Но что касается дальнейших возможностей, то есть позитивные новости со стороны Нидерландов, например, к вопросу о разрешениях бить темельными вооружениями по российской территории. Нидерланды разрешили Украине использовать для ударов по целям России обещанные 24 истребителя F-16. Об этом министр обороны Нидерландов Кайса Алан Грен заявила в интервью «Политика данном» на саммите диалога Шангрела в Сингапуре. Алан Грен заявила, что Нидерланды не будут вводить ограничения, как это сделала Бельгия, где премьер-министр Александр Декро предупредил Киев о недопустимости полетов F-16, которые он получит от своей страны в российском воздушном пространстве. Алан Грен сказала, что ограничений по бельгийскому образцу не будет. Мы применяем тот же принцип, что и при любой другой поставке вооружений. Как только мы передаем их Украине, они сами их используют, заявила министрка. Мы лишь просим их соблюдать международное право и право на самооборону, как указано в уставе ООН, что означает, что они используют его для достижения тех военных целей, которые им необходимы для самообороны. Хорошая новость, потому что действительно F-16 нужны для двух вещей на самом деле. Первое – это обеспечение противовоздушной обороны. То есть, сейчас одна из основных проблем, которые есть и для фронта, и для конкретных городов, например, для Харькова – это российские авиабомбы, которые скидываются с российских же самолетов. И, собственно, уничтожение этих самолетов должно стать приоритетной задачей именно F-16. Потому что для того, чтобы скидывать авиабомбы, даже свой МПК, нужно подлетать на довольно близкое расстояние. Если F-16 с помощью ракет «Воздух-Воздух» смогут уничтожать российские самолеты, которые будут подлетать для этих целей, то бомбардировки украинских городов и украинских позиций могут довольно оперативно прекратиться. Второе – это запуск ракет «Воздух-Земля» по различным военным объектам. Потому что сейчас Украина запускает западные ракеты с советских истребителей. И на самом деле это выполнено все таким довольно кустарным методом. А использовать западные истребители для запуска этих ракет будет довольно эффективно. Те же «Шторседов», те же «Хармы». Потому что, собственно, эти ракеты под западные истребители и под западные самолеты и проектированы. Поэтому то, что не будет наклонено никаких ограничений со стороны Нидерланды – это хорошая история. Но перенесемся в Москву. Там жены, матери и дети российских мобилизованных пришли к зданию Министерства обороны России и потребовали встречи с главой ведомства Андреем Белоусомым. Видимо, понадеясь, что при новом министре ситуация как-то изменится. В фото и видео появились в телеграм-канале «Паулина мобилизации люди», который ведет Паулина Сафронова, одна из самых ярких представительниц движений жён мобилизованных. Я напомню, что телеграм-канал «Путь домой» и в целом организация «Путь домой» жён мобилизованных была признана иностранным агентом российским государством. Именно про это я и говорю, когда говорю, что любой, даже пропутинский человек, значит, провоенный человек, рано или поздно, в случае, если его личные интересы будут затронуты, столкнется с российским государством. Это столкновение ему не понравится. Российское государство готово уничтожать всех и каждого, независимо от их предпочтений. Участницы акции жаловались на обращение с солдатами, проблемы на службе и бессрочный характер мобилизации. В ответ вышедший к ним офицер, предположительно это был полковник Александр Борисенко, сказал, что для того, чтобы мужчины могли вернуться домой, нужен указ, которого нет. К жёнам и матерям российских мобилизованных, устроивших этот пикет, как раз вот он вышел. Об этом сообщил телеграм-канал «Осторожно новости». В разговоре с протестующими он сказал, что как раз вот для их возвращения домой нужен указ, его нет. Также он отметил, что его сын в звании капитана сейчас находится на фронте, воюет с протезом ноги и говорит отцу, что если мы сейчас отступим, то нас порвут. Интересно, что он, кстати, так говорит, потому что, ну, если послушать Министерство обороны, представителем которого этот человек является, то у России всё невероятно хорошо, что какие там порвут, если отступят мобилизованные. Говорят, что добровольцы там идут большой очередью в военкоматы, говорят, что захватывают всё, говорят, что украинцы уже почти все уничтожены, а тут оказывается, что если мы отступим, то порвут. Военный также заявил, что участницы пикета вышли к министерству специально, чтобы их снимали, цитата, «телеграм-каналы оппозиционные и раскачивали лодочку». После этого не надо назваться гражданами России, заявил он. Военный попросил обращаться в Минобороны в установленном порядке, а не с помощью акций. После этого он начал записывать части и проблемы военных, о которых говорят жены мобилизованных. Здесь интересно что? Интересно то, что, во-первых, государства всё ещё с опаской смотрят на родственников мобилизованных. Несмотря на то, что выборы позади, даже выборы в кавычках, они всё равно видят потенциальную опасность в родственниках мобилизованных, которые могут стриггерить мобилизованных на какое-либо сопротивление. И поэтому, как видите, их там, не знаю, не винтят показательно жёстко, хотя могли бы. В целом, ко всей этой движухе я уже отношусь с большим скептисом. Как вы помните, когда это было до выборов, опять же, в кавычках, я говорил, что у этого есть реальные шансы чего-то добиться или, как минимум, сильно повлиять на давление, оказываемое на власть. И я предупреждал тогда, что когда вот это окно возможностей закроется, дальше они практически ничего не смогут сделать. Потому что дальше поляна уже зачищена, дальше никакого давления оказать не можно. В лучшем случае их не посадят. В худшем случае их посадят. Поэтому сейчас их акции, их протесты и так далее, по крайней мере, в такой форме, они не могут иметь никакого результата. Однако история довольно показательная, что их проблемы, несмотря на то, что они публично уже какое-то продолжительное время, несмотря на то, что они отбились от Соловьёва в своё время, который на них активно нападал, никакого результата это не даёт. Их родные продолжают служить. С ними продолжают плохо обращаться. Я думаю, ещё какое-то количество мужей этих жён погибло. И, скорее всего, погибнут они все. Ну, то есть, все родственники вот этих вот жён и матерей мобилизованных, они будут мертвы. Потому что путь российского мобилизованного, путь российского солдата, это, что называется, из военкомата в могилу. Именно поэтому военкомат надо отходить стороной, независимо от ваших взглядов, мировоззрений и так далее. Потому что это просто путь в могилу. И, как вы можете снова обратить внимание, несмотря на все заявления российской армии про то, что у нас достаточно всех, у нас добровольцы, у нас куча людей и так далее, мы видим, что мобилизованных всё равно никто отпускать не собирается, несмотря на то, что запрос на это есть. Именно поэтому ко всем этим историям про то, что есть невероятное количество людей, которые сами хотят служить, надо относиться со скепсисом. К чему относиться со скепсисом сложно? Это, конечно, к рассказам об ужасных условиях в российском плену и о том, что делают российские солдаты с захваченными украинскими солдатами. Недавно был обмен, как вы помните, и снова можно было убедиться. Можно никому не верить на слово, и нужно никому не верить на слово, потому что и украинские военнопленные, выходя из российского плена, и российские военнопленные, выходя из украинского плена, рассказываешь с ними, чудовищно обращаешься и так далее. Но разница есть, и разница в том, как выглядят эти люди. Люди, которые были в украинском плену, российские солдаты. Выглядят в том же весе, в котором были румяные, без каких-то бинтов, без чего-то. Выходят такие, это все, их меняют. Люди же, которые были в российском плену, выходят исхудавшие на 10-15 килограмм с синяками, с побоями, с перевязками. Не надо быть экспертом для того, чтобы понимать, что их содержание в российском плену было чудовищно. Не говоря уже о том, что когда берут в плен украинских солдат, иногда их расстреливают на месте, иногда над ними издеваются и измываются. Например, установлена личность российского военнослужащего, который на опубликованном раннего видео вместе со служивцами избивал, угрожал убить и заставлял петь гимн СССР украинских военнопленных. Команда украинских расследователей проекта Evocation.info установила личность одного из этих вот самых российских военнослужащих. Это младший лейтенант Алексей Киприн. Как утверждается, Киприн – бывший соратник неонациста Алексея Мельчакова. Воюет против Украины с 2014 года. Ранее состоял Дашергерусич. Капитан подтвердил Астре, что на видео действительно запечатлен он. «Задержанные террористы из незаконного бандформирования вооруженных сил Украины переданы в тыл. Никто не пострадал. Ноги не связаны, нет ограничения движения. Фронтовая зона, глаза закрыты. Этот случай был организованной сдачей», – заявил он в переписке с журналистом Астре. На вопрос о том, почему пленных избивали, заставляли пить гимн СССР и угрожали убить, Киприн не ответил. А после следующих вопросов Киприн заблокировал журналиста. Ранее, напомню, в сети разошлось видео, снятое российскими военными, предположительно в Харьковской области. На кадрах военнослужащие Российской Федерации ведут в колонии несколько украинских военнопленных. Тех заставляют пить гимн СССР и песню «Вставай, страна огромная!» двоих украинцев военные бьют ногами, затем угрожают расстрелять, если те не поднимутся после ударов. После этого один из них считает до трех и стреляет возле головы одного из украинцев. На видео уже отреагировал у полномочной Верховной Рады Украины по правам человека Дмитрий Лубенец. Этот случай должен быть зафиксирован как очередное доказательство нарушения международного гуманитарного права Российской Федерации. Он обратился с официальными письмами в МККК и ООН, чтобы они задокументировали факт издевательства. Это станет еще одним дополнением доказательной базы для грядущего трибунала над преступниками, написал он. И мы могли бы сказать, что, Майкл, ну, может быть, это единичный случай. В конце концов, уроды есть всегда и везде, в любой армии мира, даже той, которая воюет за правое дело. Может быть, это просто исключение, но, к сожалению, это не так. Я делал видео, кстати, знаете, интересно, что это было одно из самых непросматриваемых видео на канале за последнее время. Я понимаю, почему оно безумно тяжелое. Я делал видео про то, я собрал воедино случаи расстрела российскими солдатами, украинских, солдат, сдающихся в плен. Я собрал воедино свидетельство украинских солдат, что было в российском плену, через что они прошли. И это невозможно ни слушать, ни читать, ни смотреть, потому что это чудовищно. Ну, то есть, как бы невозможно представить муки, через которые прошли эти люди, которым их подвергли в российском плену. Причем не один какой-то отдельно взятый человек, а эта система, об этом рассказывают десятки людей, оказавшихся в российском плену. Это чудовищно. Это настоящий садизм, который проявляется все больше и больше, хотя, казалось бы, куда уж больше. Российская армия – это армия прямо вот в худшем представлении о нацистских войсках, о террористических организациях. Они убивают на месте сдающихся в плен. Тех, кого они берут в плен, они пытают и издеваются над ними. Это чудовищно. Кто-то может подумать, что, ну, может быть, хотя бы женщинами они поступают по-другому. Или с гражданскими пленными, но, к сожалению, и это не так. Освобожденная из плена России полицейская из Мариуполя опубликовала фото своих синяков на своих ногах. После, как утверждается избиение россиянами Марьяна, Чичелюк подписала фото так, для тех, кто говорит, что женщин не бьют. Чичелюк считается гражданским пленным. На момент оккупации Мариуполя она работала следователем в местной полиции. Ее забрали в тюрьму в мае 2022 года. В разное время удержали в заключении в Донецке, Еленовке, Таганроге, Камышине, колонии в Мариуполе. Чичелюк утверждает, что ее морили голодом и избивали, угрожали обреть на лусо. По ее словам, у нее начали отказывать почки и ноги, появились проблемы со спиной, развился хронический бронхит. Марьяна Чичелюк вернулась в Украину в результате обмена военнопленными 31 мая. Всего в российском плену находится 403 женщины из Украины. И смотря на ее фотографии, можно понять, что она не врет. Вот это российская армия. Мне вообще, я не могу представить, вот есть люди, которые поддерживают российскую армию и считают, что они выступают за сторону добра. Каким образом это работает? Даже если представить, что они верят во всю ту ахинею, которую несет Владимир Путин. Даже если представить, что они верят, что в Украине нацисты, что западный мир хочет захватить Россию, что боевые комары прилетят и так далее. Даже если представить это, неужели можно поддерживать армию, которая пытает людей, включая женщин, причем гражданских пленных, даже не военных. Как можно поддерживать это? Как можно смотреть на украинских пленных во время обмена, вот которые, на пленных украинцев, которых меняет Россия, с увечьями, с переломами, с синяками, исхудавших. Вот смотреть на это и считать российскую армию чем-то хорошим, считать Россию в этом конфликте правой. Как это возможно? Я не могу представить, как у людей поворачивается язык что-то говорить про то, что ну вот правильно все делают. Но, опять же, российские военнослужащие любят пострелять и на оккупированной территории. Военнослужащий открыл стрельбу во дворе жилого дома в Донецке. Погибли и ранены мирные жители. Ночью 2 июня в оккупированном Донецке во дворе жилого многоквартирного дома по адресу Раздольная улица, дом 3, произошла стрельба. По данным источников АСТРА, стрельбу из пистолета Макарова открыл командир взвода обеспечения из военной части 34482, 41-летний уроженец Донецка Роман Бурлаченко. В результате стрельбы на месте погибли местные жители Алексея Смирнов и военнослужащий Сергей Лещенко. Раненая родственница убитого военнослужащего Анна Лещенко и местный житель Владислав Крещук. Военнослужащего, открывшего стрельбу, задержали предварительно Роман Бурлаченко начал стрелять из-за того, что кто-то оскорбил его на улице. Российская оккупация – это смерть. Российская армия – это смерть и садизм. И мы, я думаю, уже имеем достаточной информации для того, чтобы утверждать это без всяких оговорок и кивоков. А с вами был Майкл Наки и до скорых встреч, всего доброго, пока. Редактор субтитров А.Семкин